Всем привет! Начинаем изучение и прохождение игрушки под названием Against the Storm. Выступаем в роли наместника. Сейчас будем пытаться развивать наше маленькое поселение для добычи ресурсов для королевы. Если будете плохо заботиться о поселении, королева проявит нетерпение и ее гнев обрушится на вас. Если вы честно исполняете свой долг, ваша репутация растет, что открывает доступ к новым зданиям и путь к победе. Теперь выберите чертеж, нажмите на значок в виде короны. Каждая экспедиция начинается только с несколькими необходимыми чертежами. По мере накопления очков репутации вам будут выдаваться новые. Теперь выберите лагерь дровосеков. Отправная точка для дровосеков, идущих рубить лес. Нажмите Space, чтобы продолжить. Ага, все. Тут можно скорость изменять игры. Постройте лагерь дровосеков. Не дайте огню погаснуть. Малый очаг. Священное пламя. Это сердце любого поселения. Здесь жители собираются, чтобы отдохнуть, поесть, сменить одежду. Если огонь погаснет, они лишатся надежды. Вот он, лагерь дровосеков. Давайте построим. Моргает. А, вот она цель. Два лагеря дровосеков построить. Давайте построим два лагеря. Почему бы и нет? В разных местах, наверное, построим. Как-то так. Что тут у нас еще есть? Дорога. Тропа. Немножко ускоряет передвижение. Так, вокруг здания построю. Вокруг главного. Вокруг очага обязательно. Думаю, пригодится. Так, у нас здесь разные расы есть. Люди. Легко ко всему адаптируются, но слабы перед дождем. Они хорошие фермеры и пивовары. Бобры. Трудолюбивы, честны, но в то же время требовательный народ. Они прекрасно работают с деревом. И в восторге от инженерии. Ящеры. Очень живучи, но они не внушают доверия. Им нет равных в охоте и производстве мясных изделий. Из-за холодной крови ящерам нужна теплая среда для успешной работы. Ага, понятно. Ну, на древесину мы бобров накинем. Сюда и сюда одного. Больше у нас бобров нет. Довольны. Текущий настрой 16, 11, 8. Так, древесину надо теперь. Наймите больше дровосеков. Бобров у меня нет, но давай-ка ящерицы пускай добывают дерево. Дерево. И человека тоже поставим. Скорость полтора включу. Почему бы и нет. Квест выполнен. Пометьте деревья под вырубку. Так, погодите-ка. У меня тут что-то открылось. Исследование природы. Поляны. Прорубите пути, чтобы открыть поляны. Дровосек. Бобры. У меня новые бобры появились. Давайте-ка заполним всех дровосеков бобрами. Я могу помечать деревья для вырубки. Давайте пометим. Вот так вот. А вот это, я так понял, поляны. Насколько я понимаю. Сейчас мы прорубим. Между всеми полянами прорубим. Мы на каком-то острове. Да, получается остров. А тут еще надо будет прорубить. Да, это остров. Ну, все поляны. А, вот еще маленькая полянка. Как-то вот так, наверное. Пойдем потихонечку. Прорубим. По-всякому. Бонус репутации. Слава у вас растет. Теперь вы можете выбрать один из чертежей, что предлагает вам королева. Укрытие. Это укрытие может принять любого, но не удовлетворяет специфические нужды рас. Укрытие должно находиться у очага. Может вместить несколько поселенцев. Три. Открыть поляны мне надо. Ну, давайте построим укрытие. А, вот область, в которой можно строить данное укрытие. Хотя бы два, наверное, для начала. Где мне узнать? Население 12, строители. А, вот бездомные 12. А в одном домике хранится... Ну, вместимость три. Значит, мне нужно еще построить. Так, вот раз. Два. Ну, вот так вот 12 вроде бы будет. Открыть поляны. Какую-то я уже открыл поляну. А, вот. Вот здесь. Открыл поляну. Бобры давайте рубите. На вас вся надежда. Одну полянку еще открыть надо. Домики построены. Тут ящерицы живут. Можно перемещать здание. А, это за... За стоимость древесины. Вот здесь бревна. Можно отдать и переместить здание. Квест выполнен. Хорошо. Появился новый квест. Поставки пищи. Малый лагерь собирателей. Маленькая упрощенная версия специализированного лагеря. Работает медленнее и позволяет добывать ресурсы лишь из небольших источников. Может собирать зерно, коренья, овощи. Хорошо. Вот у меня открылось. Давайте построим. По квесту мне нужен один лагерь собирателей. Вот это я так полагаю овощи. Так, построю. И вот тут коренья у меня есть. Наверное, надо будет еще построить один лагерь. А у меня на строительство какие-то детали требуются. Ладно, тогда не буду пока тратить. Людей поставлю собирателями. Корешки пока что тогда не буду собирать. О, открылась еще одна поляна. Здесь тоже корешки. Пускай лесорубы рубят потихонечку. Здесь достают. Давайте переместим лагерь лесорубов, чтобы они доставали здесь. Вот так как-нибудь. И можно тропу построить. Вот так. Здесь пока тропа не нужна больше нигде. Хотя вот тут можно построить. Вот так вот. Вокруг здания. Так, овощи добываются потихонечку. Слишком рано для опасных полян. Это опасная поляна что ли? Хотите разрушить здание? Так, овощи добываются потихоньку. Это что у нас? Поле льна малое. Растительное волокно. Глина, насекомые. Что это такое? Что это значит? Плюсик. Глина и насекомые. Приоритет. Так, по бобрам у меня все на местах. Бобрый. Да. Три у меня бездомных. Надо строить домик. Построю. Почему бы и нет? У меня здесь место как раз освободилось. Пускай строят домик. Все. С пищей закончили. Новый квест. Лагерь каменотесов. Продвинутый лагерь. Помимо малых способен также собирать ресурсы из больших и гигантских источников. Может собирать камень, глина, морской кабачок. Морской кабачок. И что-то у меня здесь открылось. Новички. Королевский буреход. Эти поселенцы пришли сюда по воле королевы. Какую группу вы оставите здесь? Наместник. Остальные продолжат свой путь. Ну вот мне вот это нравится. Один человек. И один ящерь. И много ресурсов. Прямо вот этих ребят. Лагерь каменотесов мне нужен. Давайте его изучим. Лагерь каменотесов. И сразу же его построим. Вот здесь клина. Тут построим. Вот тут куча всяких ресурсов. Что это все значит я пока не знаю. Стрелочки зеленые это значит много я так понял. Стрелочки красные это значит заканчивается. От этого наверное зависит счастье моих. Да вот поселенцев падает счастье. Будущий настрой так называемый. Глина в лагере надо сейчас назначить. Пускай ящерицы поработают. Ящеры глина добывальщики. Глина пошла добываться. Хорошо. Тут у нас шторм какой-то. Буран. Капель через 15 секунд. Тьма подступает. Пока есть. Есть некоторые вопросы пока что. Которые я надеюсь. Потом узнаю ответы на эти вопросы в будущем. Лагерь Жнецов. Продвинутый лагерь. Помимо малых способен также собирать ресурсы из больших и гигантских источников. Может собирать растительное волокно. Тростник. Отлично. Посланники. Строительные материалы. Основа для любого поселения. Производство становится быстрее на 50% в кустарная мастерская. И контракт. 20 тростника и 20 глины за каждую открытую поляну. Ресурсы или ускорение производства. Интересно. Произвести я всегда наверное успею. Попробую ресурсы взять дополнительные. Возьмем лагерь Жнецов. Построим. Ага, вот. Я тут сразу могу две точки покрыть. Вот так и поставлю. Можно даже тропинку сделать. Да, вот здесь много ходят. Тропу хотя бы тут проведу. И кто у меня тут будет работать? Давайте люди. Собиратели люди будут. Лагерь Жнецов. Так, волокно. Лагерь Жнецов. Хорошо. Пускай они будут добывать потихонечку. Те работают. Да. Все в порядке. Лагерь Жнецов. Лагерь Жнецов. Лагерь Жнецов. Рабочий получает вероятность 10% удвоить производство. Класс. Мастерство. Тут тоже есть такое. А у этих нету. Х2. Произведенные товары. Глина. Коренья. Медная руда. Получить дополнительные ресурсы глины с каждого урожая. Добываем потихонечку. О, тут что? Закаленные топоры. Рубка леса стала намного проще. Производство быстрее. Стальные лопаты. Гигантские овощи. Священный костер. Ящеры-хранители огня весьма искусны в древних обрядах. Ой, много всего, конечно, непонятного пока что. Так, изучили. Точнее, выполнили квест. Материалы. Доски в кустарной мастерской. Кирпичи. И ткань. А вот они, эти части. Улучшение мастерской. Награды. Плюс 50% к ресурсам, произведенным в кустарная мастерская. Мне нужна кустарная мастерская, получается. Да, вот она. Может производить доски, ткани, кирпичи, трубы. Потребляет бурановая вода. Ого. Что это за вода такая? Где мне ее взять? Ну, давайте-ка сюда помещу пока что мастерскую. Логистика. Ооо. Ой-ой-ой, тут много прям букв. Это надо читать. Потом. Как-нибудь, может быть, почитаю. Помечено слишком много деревьев. Ну, а что делать? Кстати говоря, у меня дровосеки, по-моему, перестали рубить то, что нужно. Так, перемещу здание. Пускай вот эту часть рубят. О. Малый лагерь. Поляное событие. Уничтоженный лагерь в дикой глуши. Кое-где еще остались выжившие. Пригласить новичков. Награды отправить в крепость. Отправить в крепость. Что значит отправить в крепость? В крепость это вот. Вот это моя крепость? Это центральный склад какой-то. А что значит отправить в крепость? Рабочие. Раз, два. Исследовать. 30 секунд на исследование. Ну, пускай будут исследовать. Мастерская. Где у меня? Вот она. Давайте-ка в мастерскую людей направим. Пускай они работают. Трубы. Слитки меди. Кирпичи. Ткань. Доски. Доски. Угу. Хорошо. Отлично. Так, здесь вырубка постепенно идет. Что у нас. О, здесь прорубили. Лагерь травников. Лагерь травников. Здание уничтожено бураном. Можно восстановить его или разобрать. Ох, три человека аж требуется. Я хочу его восстановить. Мне интересно будет именно восстановить. Давай один ящер. Восстанавливай потихонечку. Так, вот ребята работают. Молодцы. Пускай трудятся. Здесь все, да, закончили. Новички ждут. Еще у меня новички. Ну вот два человека. Возьму. Помечено слишком много деревьев. Надо пометить еще. Вот сюда. Пробраться. Здесь мне уже лагерь лесорубов не нужен. Я его перемещу вот сюда. Чтобы добраться до вот этой поляны. Небольшой. Здесь мы все. Идет процесс, да? Пошел процесс. А вот он перетаскивает ресурсы. Насколько я понимаю. Полянка открыта. Большая полянка открыта. Позабытый тайник с имуществом. Может быть потерянный груз. А может что-то действительно ценное. Инструменты отправить в крепость. Кошель янтаря. Милость королевы. Репутация 0,5. Каждая полученная очка. Репутация снижает неприязнь. Пучок трав. Сундук угля. А это я должен отдать ресурсы, да? Я не знаю, что значит отправить в крепость. Но отправлю в крепость. Наверное, это хорошо. Мы-то здесь с миссией именно собрать побольше ресурсов. Может это и есть то, что мне нужно делать. Так, тут уже можно не собирать. Лесорубов я перемещаю. Пока что вот сюда. Пускай. Вот тут рубят побольше деревьев. А эти лесорубы здесь. Вот полянка. Снова у меня тут события. Давайте-ка мясо, наверное. Вот так мясо, наверное, отправим. Вот так вот. Пускай собирают. Можно выполнить указы. О, есть. Хорошо, квест выполнен. Древние скрижали. Опасные поляны. Прорубить лес и обнаружить опасные или запретные поляны. Изменить свитки на ткань в древнем святилище. Измените ресурс со свитков на ткань в древнем святилище, найденном на опасной поляне. Древние скрижали доставить. Редкий источник знаний, который высоко ценят торговцы и сама королева. Можно найти на опасных или запретных полянах. Награды кошель янтаря. Хорошо. Я так полагаю... А, вот мне вот сюда нужно, да. Здесь у меня будет человек работать. Что у меня по ресурсам? Я вижу вот здесь ресурсы, да. Пища, стройматериалы. Ага, вот. А, вот. Инструменты, древесина, уголь. Получается, вот это моя крепость, что ли? Ну, это склад. Это не крепость. Молочак. Люди-хранители. Нет, давайте оставим. Лизардменов. Так, одного человечка сюда добавим. На добычу ресурсов. Что это у нас? Это у нас дровосеки. Дровосеки нужны мне вот здесь. Переместим их. Куда-то вот сюда, поближе. Вот так вот пометим деревья. Чтоб они рубили. Глина еще добывается. Кстати, вот я вижу глину. Можно переместить. Вот так. Я могу здесь что-то выбрать. Дома. Здание, предназначенное для людей, должно находиться у очага. Может вместить несколько поселенцев. Здание для ящеров и здание для бобров. Но у меня людей. Я смотрю, больше всех. Наверное, людей возьму. Здание. Выберите краевой камень. Что это значит? Никому не пережить буран в одиночку. Королева милостиво предлагает вам краевой камень, который станет основной основой процветания вашего города. Выберите мудро, ибо выбор не изменить. Волокно или поставка яиц. Что мне важнее, я даже не знаю. У меня вроде как всего в изобилии. Волокна 65. Давайте яиц тогда поставку организуем. дом людей. Четыре доски, два кирпича. Можно начать строить, почему бы и нет. Так вот. Сбор идет? Да. Сбор идет. У меня, правда, один человечек работает, поэтому, наверное, сбор из-за этого медленный. Тут два человечка овощи собирают. Это у нас здание бобры. Ящерицы работают на глине. Рубим сюда потихоньку. дождик идет. Можно даже х2, наверное, скорость поставить, чтобы бобры быстрее рубили. По поводу тропинок. Куда можно тропинки вывести? Так вот, например. У меня два строителя. Пускай строят. помечено слишком много деревьев. Да, согласен. Вот это можно убрать. А вот эти пускай рубятся. Мне нужно добраться до этой поляны. Вроде достает. И один и второй дровосек достают до вот этих мест. Что я могу сделать? Новички. Так. Человек и бобер. человек и бобер. Давайте-ка возьмем таких. Здесь всего двое. 19 довольные. О, открылось. Скорость х1. Древнее святилище. Зловещее святилище из давно забытой эпохи. Несет угрозу, но может хранить ценные знания полезной королевству. Проклятие предков. Вы потревожили руины великой цивилизации, последствия не заставили себя долго ждать. Погибает три поселенца. ага, вот он еще. Товары. Доски или бревна. Что у меня там по ремесленным ресурсам? Или это другие стройматериалы? Шесть досок у меня имеется. Хватает. свитков у меня нет, а вот поменять на ткань нанять рабочих. Раз, два, три. Исследуем. Да, у меня погибли трое, к сожалению. Ну, ладно. Через пять минут новые духи полетят сюда, и у меня погибнет еще трое. Но затрачиваемое время 30 секунд. Надеюсь, мои ребята успеют. Х2 поставлю. Тут я кучу деревьев. А, тут полянка еще есть. Ну, если успеют мои дровосеки, пускай рубят там деревья. Успеют, не успеют, не знаю. Я как-то вот так уже не важно особо. Дорубят? Хорошо. Не дорубят и ладно. Следуйте указам. Так, но я квест выполнил. Сейчас хочу дорубить вот эту полянку, посмотреть, что там. Может быть, там что-то интересное. Сейчас они донесут ресурсы. Строители у меня три штуки. построю тропинку сюда. Пусть быстрее немножко бегают, носят ресурсы. графика интересная. Красивая графика. Мне нравится. Стиль хороший. Дизайнерами выбран. приятно смотреть. Музыка хороша. Так, ну здесь просто ресурсы. Получается, что просто ресурсы можно, наверное, выполнять квест. Поселение завершено. Поселение вне опасности, но вас ожидает еще одна проверка навыков. О, открытого контента здесь получилось. Продолжить. Это, я так полагаю, обучение, насколько я понял. Снова посланник королевы. Нажмите любую клавишу, чтобы начать. поселенцы с плохим настроем начнут уходить от вас, повышая нетерпение королевы. А, добавляются новые механики постепенно. Да, это еще обучение. Поддерживая высокий настрой, вы постоянно поднимаете себе репутацию. А, вот как. Удовлетворяйте нужды поселенцев. Им нужна пища, жилье, разные услуги. Все это повышает их настрой. Ух ты. Много чего. Каждый раз свои потребности. Всем не угодишь. Фермеры могут сажать что-то только в огородах, а для них нужна плодородная почва. Все злаки высаживаются в первый сезон капель, а урожай снимается на второй сезон светила. Постройте ферму, соберите зерно, напоите поселенцев элем в таверне. Мы будем готовить эль. маленькая ферма может давать овощи зерно небольшого пространства огородов поблизости. О, у меня нет этого, я думал это квесты, а это не квесты. Товары, менеджмент, маленькая ферма ферма вот есть, у нее ограниченная область высадки, ну вот так я скорее всего смогу все в область взять. Так, здесь построю тропинки пока пока есть возможность. Так, сюда построю, а вот квест появился, ферма и огород можно разместить только на плодородной почве, для сбора урожая рядом должны быть маленькая ферма, плантация, сад, трав, хижина лесника или усадьба. Окей, хорошо. Квест какой-то. Тут естественно люди будут работать. Овощи, зерно с разной периодичностью будут добываться. Засеянные огороды 0.11, спаханные огороды 0.11. Склад пуст. Ну окей, а это что? Что за что за это? Нет огородов. А, я еще должен огородики строить, а вот так можно огороды строить, пускай строятся. Маленькая ферма, огород, квест выполнен. укрытие выдается нам укрытие. 11 бездомных, поэтому нам нужно построить в идеале 4 домика. Раз, два, три, а, ресурсов не хватает, да? О, мне же это, а, у меня уже все открыто, лагерь лесорубов надо строить, я думал, это у меня еще не открыто, а оказывается открыто. Так, лагерь лесорубов, ну вот где-то здесь построю, вот так, один, у меня сколько бобров, трое, ну вот как раз один лагерь у меня и будет. Пускай здесь у меня бафы, закаленные инструменты к ресурсам, производимым в маленькая ферма, бочки в минуту. ресурсы от фермы или бочки в минуту. Давайте-ка бочки. А это что? А, ну это вот квест. Лагерь дровосеков два штуки и укрытие два штуки. Все-таки лагеря лагерей дровосеков надо будет два построить. не проблема, хорошо, два так два. Вот здесь еще один построю, пускай там копают в ту сторону, копают, рубят. Два бобра сюда, а может даже трех сразу. нужно будет еще здесь ферму построить. Это что? Матка гладюк мяса. Обозначаем вырубку вот так вот к первой поляне продвинемся. Бобров пока нет. Строителей пять. Еды пока вроде хватает, да? Пока можно ящериц сюда на дерево. Это что у нас? Источник глины. Хлопок надо будет собирать. Бревен не хватает. Ну, бревна постепенно будут накапливаться. Это не проблема. Сейчас дома построятся, чтобы бездомных было поменьше. Тут снова вот ящери хранительные. огня весьма искусственных древних обрядах. Общий настрой плюс один. Плюс пять к настрою. Пускай. Получает пожертвовать. Можно ресурсы жертвовать, да? Прекратить после бурана. Но это пока механику я не не понял. Можно выполнить указы. Отлично. О, лагерь охотников. Маленькая упрощенная версия специализированного лагеря работает медленнее и позволяет добывать ресурсы лишь из небольших источников. Собирает мясо насекомых яйца. Давайте ее изучим. Хижину охотника. Вот у нас тут мяса много. поставим пока тогда вот здесь наверное или можно даже вот здесь построить. А, нет, закроется. Закроется ресурс или нет? А, не могу строить, все. Ну, тогда здесь придется строить, что делать. пока ферму не могу построить. Здесь должны работать человеки. Сюда мы перемещаем бобров, а ящеров сюда переместим. Нужны еще домики, укрытия. Построю здесь один и еще один нужен. также мне понадобится мастерская. Мастерскую можно вот здесь где-то построить. Тропу продолжу. Сюда, 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 Сюда вот так вот. Давайте ящеров поставим на мясо, добычу. пускай добывают. Здесь у нас ресурсы. Буду все в крепость отправлять. Давайте два человека выделю на это дело. У меня строителей правда не осталось, но я думаю ничего страшного. Х2 скорость поставлю. не достают правда деревья. Разведчики бездействуют. Малый позабытый тайник. Не нажал кнопку исследования. Новички ждут. Так, два человека, бобр. Мне как раз один бобр нужен был. Насчет двух людей на будущее мне нужны будут люди. Бобр. Давай иди в лесопилку. Лесопилку, а в лагерь дровосеков. Если точнее. Мясо сейчас добываю. Мастерская готова. Одного пока человека поставлю. У меня снова бездомные появились. Нужны лагеря. Ну, не лагеря, а эти домики. Есть квест выполнен. Дальше. Следующая цель коптильна. Может производить копчености. Керамика благовония потребляет капельная вода. коптильню надо построить. Давайте научимся ее строить и обязательно ее построим. О, это большое здание. Сюда оно помещается. Здесь построю. тут у меня имеется сундучок. Все. Все в крепость пускай. Так, здесь надо будет оу. тут так много полян. Ой-ой-ой, какая большая карта оказывается. Ничего себе. Вот она, финальная поляна. Попробую, так, на полтора скорость поставлю. попробую переместить тогда моих дровосеков, чтобы они рубили именно вот здесь в новые поляны деревья. так, сделаю. Коптильня готова. Один человек у меня пока на коптильне включить мясо в рецептуру копченостей. Мясо включил. Бревна и так, погоди-ка. А, вот так, наверное, да? А, вот все. Все пошло. Нет доступных строителей у меня, к сожалению. Сейчас здесь соберут ресурсы и освободятся у меня два человека. все. Появились строители. Пивоварня открылась. Может производить эль, соленья, набор злаков. Хорошо. Что здесь? Мешки зерна. Особая технология выращивания зерна. Производство зерна увеличено плюс один каждый 25-й цикл производства. Эффективная варка. мешки зерна я выберу. Почему бы и нет? тут звездочки какие-то появились интересные. По поводу еды у меня что-то тут красная стрелочка по поводу еды. Здесь у меня не хватает человека. глина у меня вообще не добывается. Пивоварня. Подождите-ка. Малый лагерь собирателей. Зерно коренья овощи. Вот. Каменотесы мне нужны. Потому что каменотесов у меня вообще нету. Сейчас вот эти ребята давайте вырубить вот эти деревья. новая полянка открылась. Надо строить фермы в идеале. Здесь тоже порубим. Лагерь собирателей. Здесь они ничего не соберут. Даже грибы не соберут. здесь ничего. Ничего. Вот здесь корешки есть. Один корешок правда. Ну хотя бы один по сути. И то хорошо. Правильно? Ради него строить одно здание. Ну пусть будет. Собирательная эта хижина. Пускай будет одна. Копчености готовятся потихоньку. Очень уж потихоньку. Хотелось бы побыстрее. Давайте. Новички пришли. 3-1. Мне нужно больше людей. Для них нужно больше укрытий. Строим строим тропу. вот так. Готово. Строители есть. Они сейчас построят что нужно. И мне нужно лагерь каменотесов построить. Вот так. Все. Место освободилось как раз замечательно. копчености перестали готовиться почему-то. Мясо у меня есть. Но копчености почему-то не делаются. Это приоритет, да? Один. Поставим третьего человека на копчености. собиратель у меня один. Пускай пока один и останется. По бобрам. Все бобры на местах. Одного собирателя на корешки отправлю. Можно выполнить указ. А, все, хорошо. Квест выполнен. Следующая цель. Пиво варня. Бочки эльф пивоварня. Теперь настало время изучить таверна. Места, где жители могут удовлетворить свои нужды. Отдых, роскошь, пассивные эффекты, байки Глимана. Много досок требуется для постройки. Мне нужно малый очаг могу строить. Понял. торговый пост могу строить. Торговцы из следующего города могут покупать и продавать здесь любые товары. О, малый склад имеется. А, тут оказывается столько всего не открыто. Давайте тогда Х1 поставлю. Маленькая ферма. Вот эта ферма не может охватывать все вот эти вот травки, к сожалению. две травки не не получается охватить никак. Поставлю так, ничего страшного. Две травинки не будет и ладно. Ферму я еще одну построил для еды. Потому что еда у меня начинает заканчиваться постепенно. лагерь жнецов у меня есть. Так, каменотесы. Каменотесы, давай, бобр, будешь понемножку добывать глину. Здесь мне людей надо назначить. назначить. И вот так вот я сделаю. Пускай строят. Ага, не будут пока строить. Так, пусть один строитель будет хотя бы. У меня недостаток работников на данный момент. имеется острая нехватка рабочей силы. Я могу, конечно, лесорубов поменьше сделать. где тут бревна? Носок у меня 15. Не вижу бревна где. Ох, 130 бочек у меня. Пивоварню надо строить. Пивоварня. Буду строить, что делать? Вот так построю. Далековато, наверное, от необходимых зданий, но пока пойдет, пока так. Лагерь жнецов пускай собирают. Коптильня уже получается, ну, с коптильней можно уже людей убирать, я так думаю. Хотя бы двоих уберу на ту же самую пивоварню в будущем. Укрытие пока хватает. Кустарная мастерская. У меня она с одним человеком, давайте два поставлю. Ресурсов мне нужно много. Пивоварня одна строится. Склады, разнообразное имущество хранится здесь сухости и сохранности. Рабочие постоянно приносят и уносят вещи из ближайших складов. Да, склады нужно строить в отдаленных вот таких участках, чтобы работники далеко слишком не бегали. Наверное, построю где-то здесь склад. Вот так, например, как-нибудь обязательно тропу надо построить к нему. Пока так построим. Далее молочак пока не надо. Я хотел торговый пост построить. Интересно, здесь хорошее место для торгового поста или не очень. Так, деревья надо будет вырубить. Так, готова пивоварня. Сюда двое пойдут. Новички ждут. три человека. Ну, точнее, два человека, один бобр или всех понемногу. Я все-таки два человека, один бобр беру. Что тут требуется? Зерно требуется для Эля. Там что нужно было включить? Бочки в рецептуру. Давайте включим бочки. уберем и Эль пускай готовится. Новый лагерь охотников не имеет подблизости. Перемещаем лагерь охотников на новое месторождение ресурсов. лагерь вот так вот. Вот. Все, пускай ящерки работают из-за того, что они не в очаге, да, не в зоне очага, а нет в зоне очага. А чего они тогда? Что им не нравится? Эль готовится Эль или нет? Пока что а как она умудрилась соленья приготовить? Керамика у меня была, да? Давайте бочки кружечки не надо пока использовать. Склад готов. Да, тут можно какие-то ресурсы принимать, какие-то не принимать. Текст. Торговец. Идут зорк. У него может быть на продажу готовая сырая пища, керамику инструмента, также улучшение чертежей, связанные с земледелием. Он готов купить наборы товаров, сырую еду, строительные ремесленные материалы. Хорошо, пускай движется потихоньку. У меня люди есть свободные? Да, есть два человека. Давайте исследуем вот этот вот. Эти ресурсы заберем отсюда. Прибыл торговец. Вот это мои ресурсы. Значит, все-таки я тащу на склад эти ресурсы, вот эти вот всякие инструменты и прочее. Продавать особо мне нечего, к сожалению. Напасть на торговца могу. Ничего себе. Так, ну пока что с торговлей я понял. Я единственное хотел проверить, как она работает, эта торговля. теперь я вижу, как она работает. Надо переместить лагерь лесорубов чуть-чуть ближе. И они здесь прорубят а вот финальная зона. Их что, несколько? Вот раз, два. Несколько финальных зон. Понятно. тут уже нетерпения имеется. Эль, почему не готовится Эль? Очень долго готовится. Прям капец как долго. Краевой камень. каннибализм. Вы получаете 30 мяса каждый раз, когда поселенец умирает или уходит. Производство мяса. Получите дополнительные ресурсы с каждого урожая. Да, с каждого урожая пускай. Здесь ресурсы закончились. Где у меня тут есть? Вот у меня здесь есть ресурс. пока больше нигде. Поэтому перемещаю здание по добыче этих ресурсов сюда. Интересно, мои работники смогут так пройти? Наверное, чуть-чуть еще подрубить здесь деревьев. Вот так. Торговля. Эль вот производится постепенно. Хорошо. Давай, Эль, производись, пожалуйста. Нетерпение королевы растет. Два бездомных у меня имеется. Пора строить укрытие. Строю одно укрытие. копченое мясо один добывает. У меня есть свободные. Один бобр. Торговцы будут ехать быстрее на 15%. милость королевы. Мне бы милость королевы бы заработать побольше. Строителей не хватает. Вообще людей не хватает в целом. Связка плащей. милость королевы недоступных строителей. Ну что ж, на этом я пока серию заканчиваю. Игра довольно-таки приятная, хорошая. Буду продолжать обязательно ее проходить, изучать. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры